Всем привет! Меня зовут Леонид Волков, я начальник предуборного штаба Алексея Навального. И с утра до ночи я думаю о том, как бы нам открыть побольше штабов. И вот еще о чем я думаю. Я думаю, а что такое работа мечты? Ну, кто-то скажет, что это зарплата в 5 миллионов рублей в день, и когда ничего не надо делать, и нет никакой ответственности. Ну, мы знаем людей, которые так думают. Так, например, считает Игорь Иванович Сечин. Но вот несколько очень храбрых людей посчитали ровно наоборот. Когда делать надо очень много, ответственности очень много и никакой зарплаты. И тем не менее им это понравилось, потому что именно это наши условия для координатора народного штаба. Вот уж, наверное, нет ничего более народного. Люди в маленьких городах сами объединяются, сами находят помещения для того, чтобы сделать в них штаб Навального. И это получается? Мы переживали. В России 1112 городов. С ума сойти можно. А наших сил и ваших пожертвований у нас хватает только на 77 штабов в самых больших городах. Но давайте посчитаем. 1112 минус 77 – это все равно все еще остается 1035 городов. И что с ними делать? И вот ответ, кажется, нашелся. Причем сам собой. У нас на этой неделе открылись народные штабы. Штабы Навального в Жуковском, в Бузулуке, в Выксе, в Есентуках и еще в Горноалтайске. На следующей неделе на очереди Камень на Аби, Холмск, Магадан, Воркута и, по-моему, пару городов я забыл. Но если вы знаете хотя бы половину этих названий, я вас поздравляю. А если вы можете показать их на карте, вы вообще монстр, снимаю шляпу и преклоняюсь. И кажется, что далее везде, потому что мы не ожидали, какой огромный потенциал есть у этой простой идеи. Вы находите в своем небольшом городе помещение. Вы находите человека, который согласен там работать несколько часов в неделю. Мы со своей стороны помещаем этот штаб на карту, присылаем агитационные материалы. И получился народный штаб. Без лишних церемоний. Оля Гусева, наш менеджер проекта «Народные штабы», сейчас уже буквально завалена десятками заявок. И все равно говорит. Хочу еще больше, еще больше. Так что, если вы живете в небольшом городе, где мы и не планировали открыть штаб, но вам очень хочется, чтобы он там был. И если вам тоже кажется, что народный штаб – это работа мечты, а то, что у Игоря Ивановича Сечина не работа, а полное фуфло. Ну, напишите нам вот по этому адресу электронные почты. И мы с радостью пришлем вам агитационные материалы, нанесем на нашу карту ваш город, ваш штаб. К вам будут приходить волонтеры, у вас там появится настоящая движуха. И вы присоединитесь к нашей общей работе. Ну и подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят правду.